У нас фильм был короткий относительно, правда? И как бы впечатляющий. Я говорить буду сегодня много, предупреждаю. Потому что здесь есть целый ряд тем. На самом деле почти всегда просмотры «Сине Фантома», если кто-то из вас постоянно ходит, они являются своего рода вызовом нашей программе, нашему курсу, в том виде, в котором он был задуман. Задумывалась наша программа как просмотр фильмов, которые содержат некий сокрытый смысл. С помощью определенных германифтических приемов мы этот сокрытый смысл выявляем. То есть, на самом деле, наша программа была настроена на совершенно определенный тип художественных произведений. Не все произведения скрывают свой смысл. Не все произведения построены таким образом, что раскрытие чего-то, стоящего за фасадом, имеет какой-то смысл. Я, на самом деле, даже нашел как бы эпиграф к нашему курсу, к нашей программе. И интересно то, что в том же самом романе, это из романа «Набокова дар», там же я нашел эпиграфы для сегодняшнего нашего фильма. Так вот, эпиграфом к нашей программе служит следующий эпизод в «Набоковском даре». Если вы помните, главный герой Годунов-Чердынцев, он занимается помимо литературного творчества еще и составлением шахматных задач. Там есть эпизод, где он составляет шахматную задачу. И, естественно, что Набоков сравнивает составление шахматной задачи с литературным творчеством. И дальше говорится следующее об этом герое. «Мало-помалу фигуры и клетки начинали оживать и обмениваться впечатлениями. Грубая мощь ферзя превращалась в изысканную силу, сдерживаемую и направляемую систему из сверкающих рычагов. Умнели пешки, кони выступали испанским шагом. Все было осмыслено, и вместе с тем все было сокрыто. Всякий творец, заговорщик и все фигуры на доске, разыгрывая в лицах его мысль, стояли тут конспираторами и колдунами, только в последний миг ослепительно вскрывалась их тайна». Вот определенный, ну, Набоков пишет, что «всякий творец, заговорщик». С этим, наверное, можно спорить. Но в любом случае есть произведения, где действительно творец, заговорщик, а все, что им устроено, это такие конспиративные фигуры, которые являются фигурами умолчания, что-то скрывающими, и необходимость вникнуть в эту шахматную задачу, раскрыть ее тайну, увидеть, как она решается. Это, собственно говоря, и было пафосом вот того курса, программы, которую мы здесь затевали. Относится ли такого рода характеристика к фильму, который мы посмотрели? Мог возникнуть соблазн сказать «да» и попытаться найти какие-то символы, например, бревно, которое течет по реке в виде то ли карандаша, то ли фалоса. И что-то, то есть можно думать по этому поводу, можно еще что-то придумать. То есть, например, единственный такой нарративный фрагмент в этом фильме, когда стоматолог, вы помните, говорит о неведомом, можно было бы пойти по пути, например, спекуляции относительно того, что может быть этот фильм вообще о познании, и фигуры, например, внучка, внучок и дедушка, то есть это, как, предположим, Сократ Алкивиад, например, вот что-нибудь такое, познание и любовь. И, в общем, пойти вот в этом направлении в надежде на то, что таким образом удастся вскрыть некий символический смысл, лежащий за тем, что мы с вами посмотрели. Но сам Евгений Фитт многократно заявлял в разных интервью о том, что все это совершенно не так. Вот в одном из интервью он говорит следующее, ему задает вопрос. Знаете, мне недавно один умный человек сказал, что артхаусное кино часто снимает тот, кто просто не знает, что хочет сказать. Вы согласны? Евгений отвечает. Правильно он сказал. Вот мое кино свободно. Оно свободно ассоциативно. Оно имеет огромное количество интерпретаций. В зависимости от настроения человек принимает либо одну сторону, либо другую. Либо он смеется, либо плачет. В этом моя задача как режиссера. Не навязывать зрителю однозначное настроение. Все привыкли к тому, что им подают готовый продукт. Вот начало, вот конец. Все разжевано. А кино должно создавать разные образы. И многих зрителей это раздражает, потому что они начинают теряться, просто не знают, за что ухватиться. И раньше было очень много раздраженных, сердитых, особенно среди ортодоксальных режиссеров и кинокритиков. А сейчас потихоньку примирились. Я не знаю, насколько вы примирились с тем, что мы посмотрели, но острота критики по отношению к творчеству и фита действительно прошла. В другом интервью он говорит о том, что мое кино, мое творчество, оно направлено скорее на чувство, на область чувств, чувственного восприятия, нежели взывает к разуму. То есть это не загадка, это не ребус, который необходимо разгадать. Ну, тогда возникает вопрос, что это такое. Я перед фильмом уже говорил вам о том, что Евгений Эфит является своего рода отцом-основателем такого направления, которое называется некрореализм, возникшее в середине 80-х годов. И это часть, одна из сфер, может быть, одной из направлений параллельного кино. И относительно того, что же из себя представляет этот самый некрореализм, написано на самом деле, я тоже об этом не знал подробно до того, как мы не стал готовиться к этому фильму. В этом смысле программа «Синифантом» для меня, во всяком случае, является чрезвычайно важной, и я расширяю невероятно свое образование. Оказалось, что написано очень много. То есть вообще такая увесистая, увесистый список литературы на русском, и на немецком, и на английском языках посвящен этому явлению, явлению некрореализма. Есть книга, замечательная книга, которую тоже я целиком еще не одолел, но нахожусь в процессе, Виктора Мазина, которая так и называется «Кабинет некрореализма». Она написана в середине 90-х годов, по-моему. Очень тонкий и глубокий анализ самого этого явления, явления некрореализма. Поэтому я не буду, я вас отсылаю, как бы, вот, например, тому, кому интересно, это к этим книжкам, и сам не буду подробно и трескуче научно пытаться говорить о самом этом явлении. Но, как я это вижу, если сказать на очень простом языке, что же, собственно говоря, это такое, что за направление некрореализм. Вот для того, чтобы ответить на этот вопрос, я приведу вам фрагмент из того же романа Набокова «Дар». Как это ни странно, видите, в одном романе нашелся эпиграф и к первой части, и ко второй части. Текст такой. «Я знаю, что смерть сама по себе никак не связана с внежизненной областью, ибо дверь есть лишь выход из дома, а не часть его окрестности, какой является дерево или холм. Выйти, как будто нужно, но я отказываюсь видеть в двери больше, чем дыру, до то, что сделали столяр и плотник. Опять же, несчастная маршрутная мысль, с которой давно свыхся человеческий разум. Жизнь в виде некого пути. Есть глупая иллюзия. Мы никуда не идем, мы сидим дома. Загробное окружает нас всегда, а вовсе не лежит в конце какого-то путешествия. В земном доме вместо окна зеркало дверь до поры до времени затворена, но воздух входит сквозь щели». Что за воздух, который входит сквозь щели? Вот этот воздух этого самого загробного, потустороннего. То есть на самом деле здесь звучит мысль о том, что отношение к смерти как к чему-то, что является потусторонним, что является лежащим за пределами жизни, оно на самом деле необоснованно. Потому что вообще-то говоря, смерть присутствует в нашей жизни в той или иной степени. Другое дело, что как ухватить эту смерть. То есть здесь образ очень красивый, что она как в воздух, эта загробная входит в тот дом, где мы сидим, и на самом деле там присутствует. Подобная тенденция к отношению к смерти, в принципе, она выражена в литературе, например, Набоковым, но в философии гораздо раньше. Например, уже упоминаемый мне когда-то Франц Розенцвек, такой философ в начале века, он писал как раз о том, что философия и вся западная культура, она делает вид, что смерти не существует. Она развивается так, как будто бы смерть является чем-то, что лежит за пределами действительности. Это некое ничто. И Розенцвек ставит свои задачи в своем таком крупном произведении, которое называется «Звезда спасения». Он говорит о том, что ничто, это ничто, оно есть. Нельзя говорить о том, что его нет. Оно есть, оно присутствует. И в этом смысле, как мне кажется, некрореализм — это попытка увидеть действительность такой, как она есть, с наличием вот этого, если хотите, воздуха загробного, который на самом деле в нашей жизни постоянно присутствует. И это просто, по сути дела, программа, которая предлагает некую иную оптику нашего мировосприятия, поэтому она называется реализм. Например, Виктор Мазин говорит о том, что некрореализм — это слово некросмерть, и это нечто отсутствующее, а реализм — это нечто присутствующее, и тогда некрореализм — это на самом деле как бы разговор о присутствии отсутствующего. Это довольно глубокая, интересная мысль. Мне кажется, что можно проще сказать это вот таким образом. То есть я могу увидеть жизнь с теми элементами смерти, которые в ней присутствуют в каждый момент, не отрицая, не перенося этот воздух, не очищая нашу комнату от воздуха, который является воздухом смерти. Я думаю, что, в принципе, такая программа и такой манифест, хотя манифеста, насколько я знаю, некрореализма нет как такового, но в произведениях Юрия, в произведениях Юфита на самом деле, можно сказать, это присутствует. Это вот такая смена взгляда. И эта смена взгляда, она, возможно, здесь я предполагаю, она в каком-то смысле спровоцирована, конечно, тем временем, которым, которое и я, собственно говоря, я являюсь ровесником Юфита, очень хорошо понимаю, это конец советской эпохи, где смерть проступала во всех явлениях жизни. При том, что чем больше смерть проступает в явлениях жизни, тем в большей степени она отрицается. Соцреализм как раз это была жизнеутверждающая эстетика. Вот эта жизнеутверждающая эстетика, чем она сильнее, чем она пафосней, тем в большей степени она скрывает за собой на самом деле проникновение вот этих разлагающих, если хотите, смертельных миазмов, которые на самом деле в жизни присутствуют. То есть по сути окружающая действительность и в этом фильме эта атмосфера очень четко схвачена, она ощущается, эта атмосфера, я когда смотрю этот фильм, я как будто на машине времени перемещаюсь в 80-е годы, так это и все примерно выглядело. То есть это так воспринималось. Но это я спекулирую относительно того, как, собственно говоря, может это возникнуть. Может это возникнуть и иначе, конечно. К примеру, элементы подобного рода эстетики некрореалистической, ну я, например, вижу их в произведениях Платонова. Я вам сейчас даже прочитаю буквально два-три эпизода, которые с моей точки зрения очень созвучны тому, что мы увидели. Почувствовав, я из Котлована читаю вам фрагментик, почувствовав мысль и одиночество, не желая безответно тратить средства на государство и будущее поколение, активист снял с Насти свой пиджак. Раз его устраняют, этого активиста, пусть массы сами греются. И с пиджаком в руке он стал посреди оргдома, без дальнейшего стремления к жизни, весь в крупных слезах и в том сомнении души, что капитализм, пожалуй, может еще явиться. «Ты зачем ребенка раскрыл?» Спросил Чиклин. «Остудить хочешь?» «Плежь с ним, с твоим ребенком», сказал активист. Жачев поглядел на Чиклина и посоветовал ему, возьми железку, какую из кузни принес. «Что?» ответил Чиклин. «Я сроду не касался мертвым оружием человека. Как же я тогда справедливость почувствую?» Далее Чиклин покойно дал активисту ручной удар в грудь, чтобы дети могли еще уповать, а не зябнуть. Внутри активиста раздался слабый треск костей и весь человек свалился на пол. Чиклин же с удовлетворением посмотрел на него, будто только что принес необходимую пользу. Пиджак у активиста вырвался из рук и лежал отдельно, никого не покрывая». Ну и дальше накрывает этого активиста, значит, спрашивает он вообще живой? Ну так, средний, радуясь отвечу Лжачев. Следующая сцена буквально чуть дальше. Чиклин и Лжачев прислонились к Насте, Настя это ребенок, с обоих боков, чтобы лучше ее беречь. От своего безвыходного тепла девочка стала вся смуглой и покорной, только ум ее печально думал. «Я опять к маме хочу», произнесла она, не открывая глаз. «Нету твоей матери», не радуясь, сказал Лжачев. «От жизни все умирают, остаются одни кости». «Хочу ее кости», попросила видеть, что очень созвучно. «Дедушка, поцелуй меня еще раз», или «Я хочу кости мамы». Дальше там, если вы помните, «Котлован», совсем интересно, начинается с медведем, появляется такой персонаж, как медведь. Чиклин, ну, этого медведя приводят, он обнюхивает активиста, который лежит там мертвый, а Чиклин поднял Настю на руки, и она открыла опавшие свои высохшие как листья смолкшие глаза. Через окно девочка засмотрелась на близко приникших друг другу колхозных мужиков». Видите, колхозные мужики близко приникшие друг другу, тоже здесь присутствуют. «Залегших под навесом в терпеливом забвении». Вот то, что мы читаем у Платонова, с моей точки зрения, оно отдает вот этой эстетикой, тогда еще не было некрореализма, но эта эстетика, этот взгляд, эта оптика присутствовала. Другими словами, как я вижу произведение Евгения Юфита, он начинал как раз с фотографий, и перед фильмом мы видели целый ряд его фотографий, и это стремление уловить вот этот взгляд, то есть перенастроить, перенастроить наш взгляд, нашу оптику, придать ей определенного рода измерения, в котором мы видим то, чего не хотим видеть, от чего отказываемся, а те средства, с помощью которых это происходит, это то, что вы видели, то есть они могут быть разными. Это не восхищение смертью, это не пафос чего-то инфернального, это не ужастики, и ничего такого, то есть на самом деле вся эстетика направлена на вот это улавливание этого иного мировосприятия, которое по-видимому сам Юфит чувствует и нам передает. тем не менее, теперь возникает вопрос, но после вот как бы таких слов все-таки нам надо вернуться к чему-то в нашем курсе, то есть мы разбираем как-то фильмы, что-то из них извлекаем, если здесь речь идет просто о определенного рода взгляде, об определенном настроении, то на этом можно было бы и завершить. так вот то, что касается той работы, которую мы могли бы проделать в рамках нашего курса, я думаю, что здесь интересным может быть следующий ход. на самом деле, поскольку в этом фильме присутствует, я не знаю, многие из вас угловили или нет, но присутствует некая сюжетная канва, условно так ее назовем, несмотря на то, что в принципе Мазин, когда пишет об этом кино в фито, он говорит странное кино, нельзя его назвать ни экспериментальным, ни массовым, ни звуковым, ни немым, ни шокирующим, ни интеллектуальным, ни сюжетным, ни бессюжетным, ни логическим, ни патологическим. Ни то, ни сё. Отстраняет и настораживает, подвешивает пространство и время. Глядя на экран, сталкиваешься с чем-то странным. Это нечто странное является нам, появляясь перед нами как нечто иное, иностранное. Ну, это, по сути дела, он в данном случае с ним совершенно согласен, я просто выразил это вот с помощью такой мысли о присутствии вот этого загробного, или присутствии смерти, или восприятия смерти в нашем восприятии жизни, нашем реальном восприятии жизни. но в другом месте Мазин пишет следующее, что порождаемое пространство сомнений заполняется мнимым повествованием, намекающим на расстройство мышления, некогерентность, отсутствие связи между элементами, что позволяет сопоставлять изобразительные искусства, в том числе и кино, со сновидением, то есть он видит вот в этой эстетике, или точнее в методе, которым пользуется UFIT, нечто от сновидения, но тем не менее возникает вопрос, а зачем тогда некая канва, чем она является, эта сюжетная канва, если она есть. У меня есть два варианта ответа на этот вопрос, она может являться плотью, которая разъедается вот этим оптикой некрореализма, а может представлять из себя скелет, и тогда она является смыслонесущей все-таки. Но выявить вот эту сюжетную канву на самом деле не так-то просто. То есть вы могли бы сказать, как бы обрисовать этот сюжет, наверное, это некая такая сложная задача. Я попытался пойти в данном случае на следующий эксперимент. Эксперимент такой. Значит, если мы предположим, что перед нами вот произведение, перенастраивающее нашу оптику, для того, чтобы увидеть, как оно перенастраивает, наверное, хорошо было бы взглянуть на то же самое, но глазами реалиста. Не некрореалиста, а реалиста. Если мы увидим то, о чем здесь говорится, глазами реалиста, а потом глазами некрореалиста, то тогда мы поймем, каков эффект некрореалистической оптики, которая дает нам возможность увидеть существующее таким, как мы видим это в этом фильме. Другими словами, я пошел, ну, в общем, сделал невероятные на самом деле усилия, правда, не закончил их, я решил написать либретто к этому фильма, реалистическое, то есть выявить то, что происходит здесь, как бы, если снять некрореалистические очки, что мы увидим, то есть, что мы увидим, если снимем эти самые некрореалистические очки. И вот такой ход мне кажется интересным в рамках нашего курса, то есть, это такой метапозиция по отношению к данному кино, и, по сути дела, выявление, тогда сравнение, если хотите, соцреалистической оптики, которая у нас у всех интуитивно присутствует с некрореалистической оптикой. При этом я сразу предупреждаю, что реалистический каркас или реалистический взгляд на то, что мы увидели, может быть разным. И вариантов здесь может быть много. Возможно, об этом как раз Юфит и говорит, что за этим я могу увидеть любую на самом деле историю. Поэтому я не претендую на то, что именно то либретто, которое я написал, является единственно возможным. Важно не это, но оно является возможным. И видя происходящее реалистическими глазами, сравнивая его с тем, что мы видим в некрореалистических очках, мы с вами может быть поймем немножко больше об этом фильме. Я не дописал, к сожалению, не хватило мне времени. Я думаю, что хватит на всех, я сделал штук 20, по-моему, не больше. Я не дописал это самое свое либретто, то есть не хватило просто времени, но возможно, это и не важно. Нам хватит возможно того, что мы почувствуем на первой половине фильма. Ваня мышей дед шил тапочки на продажу, а мясо перекручивалось на фарш. Часть съедали сами, а часть шла на пирожки с мясом, которыми дед торговал на железнодорожной станции. Их покупателями были вальяжные пассажиры поездов дальнего следования. Приноровившись, Ваня сделал свою работу быстро и четко, но порой он чувствовал что-то вроде стеснения сердца. Ему вдруг казалось, что мышь имеет человеческий облик. Человек с усами, карие и быстрые глаза, с хитринкой. Вот он охотникам идет по жизни, высматривает добычу для себя и своих детей. И вдруг бац, шмяк, стукнуло, стянуло шею, дернулись ноги, заерзали и нет человека. Отчего погиб, почему? Всем умирать рано или поздно. Ваню начинало мутить от этой мысли, и он старался отвлечься, заставляя себя думать о круговороте вещей в природе. Вот едут пассажиры поездов, покупающие пирожки с мышиным мясом, куда они едут, зачем? И в такого рода как бы либретто получается, что первый эпизод, вы помните, с этим самым, это на самом деле вот эта самая мышь, бурозубка, которая попала в капкан. А дальше некое представление Вани о предполагаемых пассажирах поездов. Николай Николаевич Келерко был человеком творческой профессии, писатель. Его рассказы изредка печатали в провинциальных журналах, но он не оставлял надежд попасть в юность или в новый мир. Нужно найти типаж современного простого человека, героя нашего времени. Я плохо знаю народ, чем живут люди в районных центрах, в деревнях, в колхозах, думал Николай Николаевич. Без этого никак. Каким он должен быть настоящий, хоть и неприметный герой? Келерко перебирал фотографии героев труда, персонажей известных кинолент. Помните этот эпизод? Он перебирает фотографии разных животных. Мне кажется, я понимаю, каким он должен быть этот герой. Вот как этот с быстрым, карьим глазом. И он выбрал фотографии, образ героя, вот та самая мышка. Но как же плохо я знаю материал. В народ, в поле, в жизнь созрело, вылупилось решение. Но как приобщиться к этой самой жизни? Как окунуться в народ? Тут он вспомнил о своем доверодном брате Григории, живущем то ли под Свердловском, то ли под Пензой. Он выпросил творческую командировку на 10 дней. Соседка в купе была говорлива. В принципе, тоже неплохой тип героини. Простая женщина, много знающая о природе, леса, озера. Она говорила об этом, не умолкая, как о своем родном доме. Келлерко тихо завидовал. От полустанка нужно было идти несколько километров полем. Это тоже полезно, думал Николай Николаевич, радуясь близости природы. Вдали он заметил группу озабоченных опошащихся людей. Вот они, труд, земля, человек. Келлерко, однако, наблюдал с некоторой опаской за этой вознёй. Вот мужчины стали расходиться, оставив лежащее тело. Николай устремился к нему, убыстряя шаг. Вот тебе раз. Баба, словно и не живая. Да нет, почудилась, показалась. Она просто прилегла, устала, собирала лечебные травы по заданию сельсовета. Что случилось, спросил Келлерко, уже догадываясь, что бабу использовали. Сколько человек? Пять, семь. Вот так, среди поля, среди бела дня. Ты откуда, спросила она. На два дня к брату приехал. Я здесь иду по сценарию, как вы видите, да? Баба была довольно смазливой. Холодно мне, кокетливо, сказала она. Сердце Келлерко забилось чаще. Баба оказалась весьма бойкой. Когда они пошли к селу, уже начало темнеть. Она показала ему дом Григория. Поблагодарив, Николай подошёл к двери и постучал. Дверь открыла молодая красивая женщина с городской прической. Помните её? Она, деланно любезно, пригласила гостя войти и позвала мужа. Появился опрятный человек с рабочими мозолистыми руками. Он был насторожен. Вы по какому делу? Прозвучало, как чего надо. А я ваш двоюродный брат. Григорий сразу переменился в лице. Брат, брат, приехал. Гостью усадили за стол. Жена Григория принесла еду, водку, закуску. Помните тоже этот эпизод, правда? Завязался бойки, ничего не значащий разговор. Помните тоже, да? Он длился, по-моему, минут пять. Вопросы. Ну как ты? Где работаешь? Я столяром тут. Жена, дети. Николай внутренне чувствовал какую-то неловкость, но впитывал в себя простоту и ясность сельских жителей. Копил материал. Вот пришёл сын Григория Веня. Мать похвасталась оценками. Смышлён и малый. Ну иди, играй, сынок. Выпив и закусив, Николай стал клевать носом, всё реже отвечая на вопросы. Хозяева деликатно умолкли, остался только звук постоянно работающего радио. Оно и разбудило Николая от дрёмы. Помните там про уничтожение кротов? Уничтожение кротов здесь тоже играет как бы на сюжетную канву. Если мы говорим про мышь, вот эту самую, да, бурозубку, то кроты здесь тоже их научно уничтожают, да. Дверь заскрипела, и в дом вошёл дед Вени Вениамин. Высокий, крепкий, прошедший всю войну охотник с ружьём. Вени обожал деда, называл его Дедом Морозом. Вот теперь появляется у нас Дед Мороз, да. Ибо Вениамин никогда не приходил без подарка внуку. Вот и теперь он, кроме бутылки водки, принёс Вени самолёт с огнями, похожий на новогоднюю ёлку. Однако, выпив, дед Вениамин становился зверем. Он был неумолим, неуловим, неуправляем. Пьяного Вениамина боялись все односельчане. С ног его свалить мог только сон. Даже сын Григорий побаивался отца. Только Вени ни капельки не страшился. На сей раз всё обошлось. Дед Вениамин сразу лёг отдыхать. Сон деда Вениамина, правда, был некрепок. Временами он вскакивал, начинал палить из винтовки, разя воображаемого врага. Враги ему мерещились с войны. Веня бесстрашно играл с подаренным самолётом. Николай Николаевич Келлерко наблюдал сельскую жизнь вблизи, осмыслял, впитывал её, чтобы перенести на бумагу, которая должна была обернуться страницами нового мира. Совсем не кстати, начал болеть его утыканный пломбами бурый зуб. Это мешало сосредоточиться. Из-за этого зуба стоматолог и прозвал Келлерко бурозубкой. Теперь наш герой, он уже становится, собственно говоря, вот этой мышкой, портрет которого он... Но это в воображении Вани, мы помним, да, это же Ваня на самом деле воображает его. Он его воображает этой самой бурозубкой. А сам наш герой вот этой внутренней истории, он тоже ищет своего героя, героя бурозубку. В отведённой ему комнате он повесил фотографию героя предполагаемого рассказа на стену. Дед Вениамин встал, собрался снова в лес на охоту. Он привык убивать зверей, делал это быстро и чётко. У вас уже этого нет, да? Есть? Но порой чувствовал что-то вроде стеснения сердца временами при воспоминании о внуке. Ему вдруг казалось, что он убивает маленького человека вроде Вени, которого он так любил. То есть я здесь развиваю просто тему убийства животных, которые на самом деле в этом фильме, мне кажется, тоже этот мотив звучит. То есть разница между животным и человеком, она стирается. стирается за счёт вот этой мышки, этих портретов. И в реалистическом, возможном реалистическом либретто она должна была бы тоже каким-то образом звучать. Дед долго прощался с Ваней, немногословно делясь с ним своим внутренним миром. Веня внимал. Ну, дальше Келерко обнаружил Веню на Синовале, где тот лихорадил, скучая. Он был бледен, словно из него выпили всю кровь. Дедушка, поцелуй меня ещё, прожептал в бреду Веня. На этом я как бы остановился, в смысле не успел, не успел дописать дальше весь этот рассказ. Но реалистическую канву мы можем с вами как бы в телеграфном стиле себе представить. То есть на самом деле, возможно, что речь идёт о какой-то коллизии внутрисемейной с этим самым мальчиком Веней, которая решается тем или иным способом. Ну, например, вы помните, что Николай с Григорием они отправились в райцентр. Куда они отправились в райцентр? Можно сказать, за врачом, а можно сказать, не за врачом, а наоборот, за этим самым дедом. Здесь, может быть, я с самого начала не сказал. фильм заявлен как постановка по мотивам повести Алексея Толстого «Семья вурдалака» или «Семья вурдалаков». На самом деле, из этой повести в фильме просто есть совсем несколько элементов. Сама повесть, действие повести происходит в начале 19 века в Румынии. И там некий дед отправляется в лес воевать с турком и говорит, если я приду через 10 дней, то нормально, вы меня принимаете как своего. А если я приду больше, чем через 10 дней, то вы меня не принимаете. Возьмите кол, вот этот кол здесь присутствует, и меня этим колом проткните, потому что это буду уже не я, а это будет вурдалак. А он приходит так, что непонятно, прошло 10 дней или нет, там что-то с минутами какими-то. Его все принимают и так далее. И он выпивает кровь внучка своего. То есть здесь тоже присутствует этот мотив. Он выпивает кровь. И этот внучок говорит теми же словами «Дедушка, поцелуй меня еще». То есть вот это тема вампиризма. Но если бы мы представили себе реалистическую повесть, которая в принципе могла бы выходить на какие-то символические обобщения относительно вот этого поколения, поколения дедов воевавших и поколения внучат растущих, предположим, 70-е, 80-е годы, то это могло бы звучать и как некая социальная история, что эти дети на самом деле заражены чем-то определенного рода мировосприятием, которое их приводит и так далее. Но все это было бы присуще вот тому реалистическому рассказу, который я начал писать и еще не совсем дописал. Понятно, что например, эпизод… У меня есть прописаны несколько еще эпизодов небольших. Например, когда Николай с Григорием отправиваются, они отправляются в райцентр за врачом или там куда-то. По дороге встретился деревенский уволень, который вечно слонялся между райцентром и селом, выбивая себе инвалидность. Он сцеплялся в каждого встречного сельчанина, рассказывая своих бедок. Помните этот эпизод? Они там валяются так красиво. Вот и теперь он пристал к Григорию. Мы спешим, отвяжись. Ну и дальше там Григорий каким-то образом начинает козни против своего отца, по сути дела, пытаясь ограничить его влияние, предположим, на внука. Жена ему мешает в этом. Предположим, что он пишет донос. Эту штуку, которую он рубит, можно воспринять как некое то, что написано пером не вырубишь топором или такой карандашик. Ну, дальше то, что касается смерти этого Вени, опять же, в реалистическом варианте это могла быть настоящая смерть, а может быть ненастоящая смерть. Тут можно думать по этому поводу. Есть поминки, помните, поминки с человеком с перевязанной головой. Я предполагаю, что это любовник жены, который потом становится собутыльником, не любовником, а в реалистическом варианте собутыльником этого самого Григория, который, значит, пытаются в том числе соблазнить и писателя Николая. соблазнить на что? Соблазнить «оставайся у нас, баня, лес, работу тебе найдем». То есть это такая мужская комьюнити, куда его пытаются засосать. Дальше есть сцена у стоматолога, который одновременно является идеологом, правда? То есть он же идеолог, а не стоматолог. Он рассказывает о том, каким образом совместными усилиями обнаружить неведомые. Ну и в реалистическом варианте это было бы речь не абсурдистская, а действительно некое наставление относительно линии партии и правительства по поводу того, что нужно писать и как нужно писать нашему герою. Нормально, чтобы попасть в эту самую юность или в новый мир, его переживания, этого героя. Вы можете себе представить такого писателя а-ля героя Битова или что-то в этом роде. Ну и дальше его начинают использовать. Он видит например та сцена, где стоят такие люди странные, все эти в пиджачках, очевидные функционеры сельхоз этого самого Раяно или что-то в этом роде. Его начинают использовать. При этом в этом реалистическом сюжете и про этих можно написать, про этих героев. Он наблюдает за ними жизнь районной управы, среди них тоже есть герои какие-то, у них ритуал интересный, что-то в этом роде. Правда, среди них есть и шпионы, помните, это тоже эпизод. Есть предатели, есть те, кто отклоняется от линии партии и это тоже наш герой-писатель может каким-то образом использовать для своего романа. Так или иначе, его пытаются как бы использовать в той или иной ситуации, его использование аналогично использованию женщины, то есть на самом деле вот этот акт закручивания человека в бинты. Ну и на этом вставная история заканчивается. И дальше мы видим снова персонажей первой истории. Я дописываю в таком случае свой недописанный рассказик так. Так вот какие люди ездят в поездах, додумывают историю Ваня, дожаривая очередную мышиную котлету. И снова стеснило сердце бедная мышь, бурозубка. Чем она хуже этого самого пассажира Николая, писателя? Жить не хочется, Ваня бросается к поезду. Так кончается его детство. Дед Иван остается один, он словно мертвый, Дед Мороз. Вот вариант реалистической ленты или повести, которая могла бы лежать как бы основой или аналогом того, что мы видели. Еще раз, для чего я, собственно говоря, проделал этот эксперимент? Теперь мы можем просто возможно, можно изменить эту реалистическую повесть, написать ее несколько иначе, пусть она будет другой, но важно то, как меняется восприятие, то есть то же самое в некрореализме изображается иначе. Девушка, девушка, женщина с красивой городской прической, она выглядит так, как она выглядит вот в этом фильме. Собутыльничество может выглядеть как мужеложество. Когда Юфита спросили относительно вот этих мотивов гомосексуализма в его фотографиях, в его кинолентах, он сказал, что я вижу в этом некий вызов репрессивности такого плодородия, которое распространяется в этом. То есть на самом деле с этой точки зрения собутыльничество или алкоголизм мужской, который мог бы быть описан в реалистической истории, он является аналогом на самом деле этого. Он тоже является некой такой мужской комьюнити, которая вообще-то говоря отказывается от продолжения рода, от того, чтобы заниматься детьми и так далее. То есть то, что я попытался показать, это то, каким образом некрореалистические очки трансформируют ту реальность, тот реализм, к которому мы привыкли. Но если довериться Юфиту как художнику-реалисту, то и рассмотреть это таким образом, то да, реальность, она выглядит такой. если учуеть вот тот самый воздух, поступающий в щели, о котором писал Набоков, воздух загробного, который в нашей жизни присутствует, а не пытаться его отмести. И тогда мы увидим, что на самом деле ребенок, у которого кончается детство, в каком-то смысле гибнет. Эта смерть у него присутствует повсюду. Он в каком-то смысле бросается под поезд, хотя на самом деле может реально такого не происходит в реализме социалистическом. Но в некрореализме происходит именно это. То есть это гибель, гибельность, разъедание нашей действительности этими миазмами того загробного, что присутствует в нашем мире. Оно дает нам возможность увидеть эту реальность иной. Не знаю, вот я особенно когда написал половину, я еще допишу, конечно, этот рассказик, что же его бросать, допишу его, но фильм становится все интереснее, вы знаете. Я его пересматриваю и он просто насыщается. Более того, поскольку у меня в этой реалистической повести возникают некие мотивы, которые складываются между собой, я тем самым вижу, что они на самом-то деле есть и в фильме. То есть вот это бревно, которое вытачивает, которое течет по воде, то есть это лето какая-то и женщина это спасающая по сути дела своего как он называется деверя, своего деверя, свекра своего. В каком смысле она спасает? В реалистическом варианте это может быть совершенно другое спасение, но в некрореалистическом варианте это просто спасение от кола, на который сын хочет насадить отца. Ну и мы видим тогда как бы сложные взаимоотношения этих поколений, то есть дед, его сын и его внук, вот эти три поколения, которые находятся в сложном взаимоотношении, поэтому, например, название фильма «Папа умер, дед Мороз» становится очень важным. Гибнут-то в фильме дети, а не деды Морозы, но по сути дела гибель детства это гибель этих детей, у меня они Веня и Ваня, то есть они в каком-то смысле такие немножко близнецы, то есть обрамляющий рассказ и внутренний рассказ. На самом деле это гибель деда Мороза, то есть гибель вот той елки, которую мы здесь частично видим в той игрушке, которую дед дарит своему внуку, ну а эта гибель, она может восприниматься каким образом, то есть опять же, если я одеваю эти некрореалистические очки, то я и не вижу Деда Мороза, может быть, то есть Дед Мороз это возможно один из образов или из символов того, что позволяет нам отодвинуть и не замечать того, что в нашей действительности, в нашей реальности, в нашей жизни присутствует то, что мы называем смерть, не имея возможности описать ее, ухватить ее, вообразить о ней что-то. И вот это усилие по отображению этого, по некому косвенному, пускай, но созданию представления об этом, мне кажется, занимается некрореализм, и тогда становится понятно, почему этому явлению посвящают книги и статьи и так далее, потому что действительно это очень важный и необходимый по-видимому в искусстве, тем более некий фокус, некий взгляд, искусство это всегда по сути дела выработка определенного нового типа взгляда на действительность и радикальность, которую Евгений Вифит делает это на протяжении уже многих лет, она в общем вызывает некое восхищение у меня во всяком случае. Ну вот я на этом заканчиваю свой спич, теперь я предоставляю слово Глебу как представителю Синефантома, параллельного кино, что-нибудь такое, у нас же всегда такой диалог, что-нибудь такое сказать. Я на самом деле конечно никакого отношения не имею к творчеству Евгения Юфита, кроме того, что я его очень давно знаю, естественно всячески поддерживаю и с удовольствием наблюдаю. Ближе микрофон. Ближе микрофон, да. Вот. Я единственное может быть с точки зрения как бы такого, если вам это явление интересно, наверное, обратил бы внимание на определенные кинематографические традиции, с которыми Юфит оперировал. Потому что то, что касается литературных, в том числе тех, которые ты сегодня сам придумал, это как бы абсолютно точно, интересно, и я вот с удовольствием послушал вот то, что ты говорил. Но тут, наверное, важно все равно сказать, Юфит, он же все-таки мастер визуального, он не литератор. И, конечно, его истоки это кино начала 20-го века, ну, то есть, в основном 20-е годы, и понятно, что на него влияние в том числе оказал и Бюльниэль, ну, соответственно, ранний. Поэтому, если вам эта информация необходима, то, вот, собственно, вот, вам я ее и сообщаю. То, что еще он называет, я не видел этот фильм, но я помню, называется фильм «Моя бабушка», режиссер Мико Беридзе. Вот, если кто-то его видел или, как бы, ну, заинтересуется, вот, я вот самого сейчас ищу, хочу тоже посмотреть. Потому что он говорит, что этот фильм, вот, именно на него повлиял. Я, честно говоря, даже не знаю, что это за фильм. Ну, очевидно повлиял, что там же бабушка, здесь дедушка. Наверное, да. Да, если говорить про фильм «Папа умер, Дед Мороз», то, ну, с точки зрения того времени, когда он делался, конечно, ну, есть определенная уникальность, поскольку он реально 91-й год, да, это был еще Советский Союз, и этот фильм был снят на государственной киностудии, Ленфильм за государственные деньги, вот, что, ну, можно сказать, что, ну, вот, как бы уже в рамках существующего Советского Союза некорролизм, как бы, добился своего места, вот, собственно, на законе... неожиданно для себя, но это, на самом деле, вообще характерно для Советского Союза, особенно позднего, да, когда он уже перестал различать вообще, что происходит, что он не фильтровал уже, то есть, некие явления, которые были, очевидно, направлены против него самого, они совершенно спокойно могли быть допущены, как реальный, потому что не понимали, что это, и... Ну, вероятно, это последний фильм снятый на Ленфильме в Советском. Да, если коротко сказать о том, ну, чем сейчас занимается Женя, то, ну, я недавно с ним виделся, очень коротко, вот, кино, вот, ближайшее время, ну, я имею в виду, ближайшее прошедшее, ближайшее будущее, он не снимает, ну, ввиду того, что, ну, некоторые проблемы сейчас с производством фильмов существуют, вот, и в большей степени занимается организацией, ну, вернее, участвует в выставках, ну, где представляет свои картины и фото работы. Вот, не знаю, что еще можно... Да, я подфочу мысль, которую я хотел сказать и забыл об этом, и спасибо Глебу, что напомнил, по поводу, по поводу, действительно, вот этого, если хотите, сочетания литературности и живописности, что ли так, да, изобразительного и литературного в кино. Понятно, что мы можем, на самом деле, во-первых, в самом литературном аспекте мы можем выявить, нарисовать такую шкалу. Есть литература миметическая, то есть отражающая действительность, и есть другой полюс. Это литература, которая развивается как литература ради языка. Она ничего не отображает, она на самом деле существует ради развития языка. Возьмите, предположим, того же Хлебникова, о котором мы говорили в прошлый раз, да, это вот как бы полюс такого рода. То, что касается изобразительного, то там то же самое. Существует миметическое изобразительное, да, когда изображается нечто, что мы хотим отразить, то, что называется реалистическая живопись. И есть другой полюс, где сама, сам цвет, форма и так далее является предметом рассмотрения этого искусства. Вот если как бы иметь в виду эту шкалу, то есть две, по сути дела, шкалы, да, и пытаться определить, где же находится кино Евгения Юфито с точки зрения всего этого, то это вроде бы оно находится на, в большей степени это мимесис, но мимесис живописи, да, фото, живописи и так далее. Единственное, что он отражает, он назван некровиализм, то есть он отражает, что он имитирует, что он отражает. Он отражает не простую реальность, а реальность, пропущенную сквозь вот те, ту оптику, о которой я говорил. И понятно тогда, что литературный момент здесь, ну, минимальный, да, то есть бывает кино литературное, мы с вами много видели фильмов, которые, вообще-то говоря, можно было бы и не смотреть, а можно было бы прочитать. И разборы часто у нас являлись с разборами сценариев. По сути дела, это то, что я попытался сейчас сделать, попытался написать некий реалистический сценарий, для того, чтобы была возможность разбирать. Но очевидно, что у Ефито акцент сделан на визуальное, на изобразительное, но не ради него самого, а ради изображения того, что он видит, как бы, что он пытается отобразить. Ну, хорошо, тогда вам слово, вопросы, комментарии, замечания, как обычно в нашем режиме. Да. Я хотел спросить, я не первый раз смотрел этот фильм, и вы настолько убедительно рассказывали вот этот придуманный вами сценарий, что мне теперь будет очень сложно воспринимать фильм как бы в отрыве от него. Вот, но я хотел спросить, не кажется ли вам, что вы сейчас сыграли такую злую шутку над теми людьми, которые впервые смотрели этот фильм? Потому что мне-то все-таки кажется, что это как первый полнометражный фильм Ефито и некререализма вообще, это не совсем про то, как бы, что, это скорее про то, как. То есть это именно игра в эстетику. Здесь, после короткометражек своих, да, он заявил очень ярко вот эту свою эстетику, с одной стороны, игры с немым кино начала 20-го века, с другой стороны, с каким-то ранним советским кино, с этими там обветренными лицами на ветру, там Чапаев и так далее. Вот, потому что мы знаем, что да, что в дальнейших фильмах Ефито там сюжетные линии, они более ярко выражены и там как раз вот может быть стоило говорить о сюжете. В связи с этим, собственно, у меня вопрос, почему вы выбрали именно этот фильм для показа? Спасибо. Ну, во-первых, я начну с конца. Фильм выбрал не я, а мне предложили. Синефантом предложил посмотреть этот фильм. Я, поскольку до этого не был знаком с творчеством Ефито и вообще не знал, что только папа умер, Дед Мороз, думал, какое-то детское кино может быть там что-нибудь такое обычное. Я согласился, посмотрел я его как бы недавно, первый раз. По поводу того, что вы заметили, это безусловно. То есть то, что я сделал, оно лежит в противоречии с самим вектором творчества Ефито. Но я это сделал как бы для чего? Я это сделал для нас. Это метапозиция, с которой мы можем увидеть, каким же образом эта оптика работает. Потому что, если я не предполагаю иной, то есть если я не снимаю и не одеваю вот эти некрореалистические очки, то тогда я не различаю просто того, что происходит. то есть по сути дела мой эксперимент он состоял в чем? Естественно, что как бы Евгений, вот жалко, что он с нами не участвовал, он в грубо видал вот эту всю эту билиберду, что я написал здесь. Это чисто реалистическое это самое. Конечно, это не имелось в виду и не лежит в подтексте. И вообще было неважно что. Но мой эксперимент как раз в этом состоял, что в принципе, как я сказал, либо плоть, либо скелет, вот того, о чем рассказывается, оно все равно присутствует как бы. Но если мы не различаем этого скелета или плоти, то мы и не понимаем, что эта плоть в эстетике Юфита является плотью изъеденной, изъеденной червями, предположим. Потому что я тогда просто не понимаю, что такое. А если я как бы понимаю, что здесь происходит, то восприятие становится понятным. При этом я говорился несколько раз, еще раз скажу, что вариантов такого рода либретто может быть много. То есть это не единственный вариант. Можно и по-другому. Я же много придумал с мышинами, котлетами, например. А их же вообще нет. Вроде бы. Но если не иметь в виду, что в костре жарят как раз эти котлеты, так большинство. Скажите, пожалуйста, не кажется ли вам, что фильмы Юфиты находятся в том же потоке, что вторая волна авангарда живописная, которая, разлагая форму, показывает это ее реакция на социореалистическое плодородие и обильность и сталинское раздутие форм, она именно находится в рамках такого же некрофильства, как и фильм Юфита. Видите ли вы параллели между второй волной авангарда и живописного и этим фильмом? Спасибо. Я, честно говоря, не понимаю, что такое вторая волна авангарда. То есть если по именам это какой период? Ну, я имею в виду то, что началось у нас бульдозерные выставки. Понятно. Ну, я думаю, что это очевидно. Во-первых, надо понимать, что Женя свою молодость, воспитание провел внутри правильно говорить панк-культуры, в том числе окруженной всеми питерскими художниками. Ну, я имею в виду музыкальной панк-культуры и визуальной, но я не знаю, это уже не вторая, наверное, третья волна была. Поэтому, естественно, это на него оказало, я думаю, влияние как бы большое. Ну, а, вот я и ответил на ваши вопросы. Спасибо. Это не вопросы, так если вы будете продолжать заканчивать произведение, там я посмотрел, есть такая линия, назовем, грызунов, вот, мышь-бурозубка и крот. Я сейчас проверил, кротом называют агента пробравшегося контрразведку, да, и, соответственно, здесь можно увидеть вот этого нашего героя, который поехал в, ну, скажем, в стан непонятный, неизведанный, неизведанный, сравнить его с кротом. Ну, не просто же так там появляется, наверное, эта передача об уничтожении массовом этих вот, так и такое. Да, спасибо, но, в принципе, в рамках нашего курса, если бы мы были более прилежными, да, то я бы, конечно, дал просто задание каждому написать такой сценарий, да, то есть это было бы очень правильное упражнение, то есть, во-первых, мы получили бы массу вот этих реалистических, как бы, заставок, этих либретто реалистических, я больше чем уверен, что в этой работе выявилось бы очень много элементов, которые, на самом деле, в фильме присутствуют, но не совсем видны. И возможно, что они, опять же, вы совершенно правы, не являются главными и несущими для Уфита, потому что для него важнее атмосферность и фактурность того, что он показывает, нежели то, что происходит, но, тем не менее, это тоже играет какую-то свою роль. Поэтому, если кто-то из вас готов, давайте, напишите тоже сценарии, в следующий раз мы прочитаем их, посмотрим на нашем следующем синефантомском занятии, мы уделим этому какое-то внимание. Ну, тогда все, да? До следующей встречи. Следующая наша встреча после праздников, сейчас у нас еврейские праздники, музей будет закрыт большую часть времени, праздник Суккот начинается на следующей неделе. И следующий наш показ 23 октября. мы будем смотреть фильм месье Клайн вместе с Дмитрием Мамулия. Так что следите за анонсами, приходите. А следующий показ синефантома будет в ноябре. Так что есть время написать про мышь. Решили, что, но я не помню. Уже решено, что. А, я даже помню, что. Следующие фильмы Андрея Сильвестрова, два фильма «Мозг» и «Метастазы». А, «Метастазы» это Глеб, да. Спасибо большое. Спасибо всем. Я считаю, прекрасное было. интерпретация этого очень здорово.